Привет! Сегодня я хочу восстановить справедливость и поговорить про русский акцент в английском языке. Мне кажется, этой теме очень мало внимания уделяется в школах, в университетах, на языковых курсах. Все направлены на то, чтобы выучить английский язык, исключительно изучая грамматику, изучая чтение, произношение, тренируясь с помощью аудирования и других методов. Но вот на произношение мало кто обращает внимания, и меня это очень расстраивает, потому что я считаю, что это очень важная часть языка, любого языка. Для начала одно предупреждение. Я не являюсь профессиональным педагогом, несмотря на то, что у меня есть образование в качестве переводчика. Я не педагог, и все, что я буду сегодня говорить, исключительно мои собственные соображения и мой собственный опыт, который может оказаться ошибочным или не работать для кого-то. Но то, что сработало для меня, возможно, сработает для кого-то еще, именно поэтому я снимаю сегодняшнее видео. Маленькая предыстория. Почему я считаю, что я, так скажем, имею право говорить вообще о теме акцентов, почему я считаю, что у меня хороший акцент и так далее. Когда я училась еще на начальных курсах университета, моя преподавательница сказала мне, после занятий, конечно же, что у меня слишком сильный американский акцент, и это может мне помешать, потому что в университете мы изучали классический или британский английский, как его еще называют, то, как говорят в Лондоне. По сути, это то, чему учат вас в школах, то, чему учат вас в университетах. Я сейчас говорю конкретно про грамматические нормы, какие-то особенности языка. Акценту, судя по моему опыту, не учат нигде, и этому вообще мало уделяется внимания. Почему? Наверное, потому что наши преподаватели в России владеют не самым хорошим английским акцентом, поэтому чему они могут научить своих студентов, наверное, их студенты будут говорить точно так же, то есть неправильно. Я очень сильно связываю понятие акцента с понятием музыкального слуха. Если у вас совершенно не получается петь, или вы не чувствуете ритма, скорее всего, с акцентом у вас будут очень сильные проблемы, и вам будет очень тяжело отучиться от своего русского акцента. Я даже не уверена, что это вообще возможно. Многие люди, прожив десятки лет за границей среди англоязычных людей, до сих пор говорят так, как они привыкли, то есть с русским произношением. Надо сказать, что многим иностранцам это нравится, они находят это довольно забавным, но лично мне очень нравится слушать красивую американскую или британскую речь. Она бывает очень разная. Недаром я начала уже это деление. Даже в Штатах существует множество разных акцентов. Если вы посмотрите, существует куча видео на Ютьюбе, где люди пытаются имитировать или пародировать какой-то из акцентов какого-то штата, и они настолько разные, что кажется, как будто это просто разные языки. Но в целом, для того, чтобы изучать английский, достаточно иметь представление о том, что существуют американский английский и британский английский. Хотя британский английский тоже делится на множество акцентов в зависимости от региона, где вы будете на нем разговаривать. И возвращаясь к моей маленькой истории, после того, как меня упрекнули в сильном американском акценте, я за неделю переучила себя на британский акцент и говорю до сих пор исключительно с этим акцентом. Когда я училась за границей, мои одногруппники после занятия подходили ко мне и спрашивали, как мне удалось себя проучиться в Лондоне, как я попала в Британию. И когда я спрашивала, с чего они это взяли, они сказали, что у тебя такой красивый британский акцент. И мой пример показывает, что необязательно учиться в Англии, чтобы выработать правильный британский акцент. Хотя слово «правильный», наверное, здесь не совсем уместно. Вы уже поняли, что акцентов великое множество, и в каждой стране мира буду говорить со своим английским акцентом. Многие советуют побольше слушать и повторять скороговорок, но в моем случае я этим совершенно не пользовалась и никакого ущерба от этого не понесла. Все, что я делала, это слушала и имитировала. Почему я изначально сравнила акцент с музыкальным слухом? Акцент не появляется с рождения. Акцент — это наше окружение, которое говорит с определенным акцентом, и мы его перенимаем, то есть имитируем. Когда меня в университете преподаватели спрашивали, Оля, как тебе удалось выработать такой хороший акцент? Я просто говорила, что я веду себя как попугай. Я повторяю все, что слышу, и что мне нравится, как звучит. Именно поэтому я освоила британский акцент, потому что он очень мелодичный, он очень ласкает слух, он очень красивый. Пословицы и поговорки помогают только на начальных этапах изучения языка. Кто не знает, что есть звук «ф», что «р» произносится по-другому, для них это очень актуально. Но если вы владеете этими азами, то, скорее всего, все, что вам нужно делать, это слушать, имитировать и повторять. В этом плане отличным способом является слушать радио то, которое вам нравится, с тем акцентом, которое вам нравится. Смотрите забавные видео на YouTube, их столько разных, когда знаменитость имитирует какие-то акценты, и вы начинаете ощущать, улавливать эту разницу чисто на каком-то интуитивном уровне. И в очередной раз, возвращаясь к вопросу с музыкальным слухом, развивайте его. Я не профессионал в музыке, я не скажу, что как-то я очень хорошо пою, но, тем не менее, чем больше вы слушаете музыки, чем больше вы пытаетесь сами петь в караоке даже, чем больше вы вникаете вообще в эту тему, тем лучше у вас становится понимание языка. Любой преподаватель английского языка с первого звука сразу же может определить, есть ли у вас какие-то наклонности и способности к музыке только потому, как вы говорите на иностранном языке. И если у вас есть такая возможность, или вы хотите, чтобы ваши дети научились красивому и правильному английскому языку, как можно раньше погружайте их в среду, давайте им послушать радио, давайте им послушать музыку, показывайте им мультфильмы, делайте всё, чтобы для них это стало привычным и стало частью жизни. Тогда имитировать, повторять будет гораздо проще. Чем больше вы слышите, тем больше у вас опыта. Поэтому я и говорю, начинайте как можно раньше, сегодня, сию минуту, можно завтра в крайнем случае. Но нужно это сделать сейчас. Это не то, чтобы вы прошли несколько занятий с логопедом, и у вас появилось то самое идеальное произношение, которого, я повторюсь, просто не бывает. Выберите то, которое вам нравится, и тогда у вас всё получится. Ну, а на сегодня это всё. Оставляйте свои вопросы, заявки по теме английского языка в комментариях, и посмотрим, может быть, я сниму целое отдельное видео по вашему вопросу. Я всегда ваша. Пока! Субтитры подогнал «Симон»